Даже когда мы открываем Иезекииле 47 главу, мы что там читаем? Мы читаем с вами о том, что ангел он показывает, отмеривая по тысяче, ну скажем, шагов, да, или сажен, вот именно те уровни, на котором находятся, если мы на себя берем, мы как верующие люди. И там по щиколотку, по колено, по пояс, и потом там был такой поток. И я вот недавно был в Прокопьевской церкви, и как раз так, я не знаю, это откровение, как будто оно вообще жило во мне, и казалось, все, кто меня знает, я уже всех засолил и проговорил про это. И там епископ говорит, у меня так попало на сердце, вот эта река, думаю, надо покопаться, что же там Господь говорит. И так как-то из меня пошло, вот у меня по этому поводу вот такие вещи. Мы привыкли, знаете, с вами говорить о том, что есть уровень такой христианский, по щиколотку, по колено, по пояс, и вот как бы, вы знаете, из уровня в уровень переходим. Но вдруг меня как будто осенело, ну как это происходит с откровением, что, дорогие мои, когда мы стоим по щиколотку, когда мы стоим по колено, когда мы стоим по пояс, именно в той реке, которая имеет течение, а оно имеет течение, это течение, оно из-под престола Божьего. И слава Богу за то откровение, которое Господь нам дал, что храм Божий, это мы, и престол свой он поставил в сердце. И приходите ко мне, все страждущие, обремененные, да, я успокую души ваши, приходите ко мне и пейте, и из чрева вашего потекут реки воды живой. То есть по-другому, это, во-первых, из нас, это так близко. Иисус Христос в нас, мы в нем. Но, и мы умудряемся все равно не встретиться с ним, дорогие мои. Вот, что бывает, страшно бывает. Но, с другой стороны, я все-таки прихожу к этому течению. Река, она течет. То есть она имеет течение, она имеет определенную скорость. И когда мы с вами задерживаемся в этой реке по пояс, по щиколотку и по колено, по-другому мы, как вы знаете, противостоим течению Божьему. И этот пророк нам, по сути дела, показывает, что бы нам не противостоять этому течению, мы должны окунуться в самую среднюю. Там, где нет никакого основания, никакого фундамента для наших человеческих способностей. Тогда, когда ты попадаешь в реку Божью, то тогда ты не видишь, где твоя голова, где ноги. Ты полностью полагаешься на него. Каждый день, который ты встаешь, ты понимаешь, что ты зависим от Господа. Без Него ты не можешь делать ничего. И вот, когда прошла эта конференция глубины, вчера ваш пастор свидетельствует о том, и вот сейчас начался ветер перемен. Ветер перемен, когда наши корабли на глубине, но они никуда не двинутся, если мы не наполнимся ветром, не наполним паруса этим ветром, ветром Божьим. Аминь. Аминь. Господу Богу, вот такое у меня на сердце. И, знаете, я сегодня продолжаю говорить, но так как-то получилось. Вот мы проехали Ухту, Сыктывкар, и пастор Сергей говорит о том, что все-таки, ну, как бы сказать, в Республике Коми с него начался этот ветер. И я так знаю, что как-то Господь по-особому ведет. И где-то, как бы, как скажем, особенно чего-то одинакового, но и как-то меня больше на пророческие вещи здесь в Иркуте меня как-то вот Господь сталкивает. Аминь. Потому что, ну, как бы фундамент тоже был подготовлен, заложен, и пастор Сергей, и пастор Павел, и были на конференции из команды, ну, в городах Ухты, Сыктывкара. И сегодня я, знаете, начну говорить тоже о пророческих вещах. И мы с вами откроем книгу пророка Иоиля. Но я все-таки дам название, чтобы у нас было, чтобы мы запомнили. Я был в одной церкви, в которой вы также были. Я вот говорю, пастор Максим, там был пастор один, говорит, вообще, говорит, я не люблю проповеди называть. Потому что, мне говорят, не то, что кажется, это, говорит, вообще не от Бога. Потому что, если есть слово, то есть слово. Но я как-то другого мнения придерживаюсь. Вчера, к примеру, я вообще не знал, как назвать то слово, которое было. Просто оно пришло и пришло. А с другой стороны, вот бывает, знаете, собрание заканчивается, и люди, они хотя бы запомнят, как называется проповедь. Аминь. Вот, к примеру, посмотрите, вот Максим, он запомнил, как называется книга. В 10 лет. И он запомнил. В 10 лет, да. И вот, я даже не знаю, мне кажется, после пророчества, которое сказал пастор Сергей, мне кажется, он пожалел, что подарил эту книгу. Потому что, чем он сказал, но зато с другой стороны он пустил ее по водам. Как в книге Кисиастникова. Возвращение многих дней. Она, смотри, вернулась к тебе только пророческим образом. Слава Иисусу Христу. Итак, давайте мы двинемся в нашей теме. Я назвал слово свое «Отлива не будет». Отлива не будет. Итак, и книга пророка Иоиля. Смотрите, отлива Иоиля. О, вот сейчас прям так. Подписывайтесь на мой канал.